всем привет друзья с вами дима one point это the crew 2 и здесь у нас появились две новые июльские машины и так первая из них и прям такая очень интересная тачка это ferrari и fxsk 2014 года 265 уровень характеристика это она в стоке ребята в стоке управляемость при этом легко максимальная скорость у нее вообще неизвестно какая мощность 1050 лошадей и это блин тиси 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 я не помню что это за категория автомобиля получается что трековая тачка серьезно серьезно она трековая почему она не находится в категории гиперкаров это странно это странно ну ладно тем не менее давайте ее выберем и посмотрим просто как она ездит на улице погнали звук где звук а у меня еще ручной коробки передач стоит все так ручной коробки передач стоит пока что потом мы это все отключим не ну он не себе вполне себе едет я вам скажу по крайней мере по звуку она неплохая реально неплохая хотя эти отстрелы это конечно да но управляется машинка управляется так 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 главное улететь никуда опять же сейчас ручной коробки передач играю поэтому логично то что мне тут посложнее немножко с передачами обращаться но ничего потом переключим на автомат ну блин по городу на ней ездить вполне себе комфортно я вам скажу но опять же блин это трековая тачка почему я не запилили категорию гиперкаров например я не знаю я просто не знаю потому что ну по сути по сути я понимаю то что эта тачка трековая и как бы в городе на ней кататься нельзя но блин это игра плевать на правило заберите мне эту машину чтобы я мог ездить в категории гиперкары или вообще в категории стриткары это было бы просто пушка но пока что блин я не знаю ну трековая тачка ну да давайте вид от первого лица посмотрим так но тут конечно да тут у нас все чувствуется то что эта машина серьезная чувствуется передача кстати довольно прикольно все-таки переключается в закрю как-то я обычно на это внимание не обращал но все-таки прикольно прикольно ну как всегда графон не с xbox one поэтому он дерьмовенький тут говорить особо нечего так ну что я могу сказать машина прикольная машина симпатичная и вообще по моему ее давали за икону 500 насколько я помню давайте сейчас посмотрим точнее не кону а легенда 500 когда у вас становится уровень легенда 500 тогда эту тачку вроде как дают на халяву не знаю давайте сейчас посмотрим вот у нас ferrari просто будет ли чё-то написано или нет кстати у нас тут две и в 40 а f40 lm и f40 обычно сейчас от заметил а нет за легенду 500 блин что же я путаю fxk и для ferrari просто тупица за легенду 600 нас дают ли а ferrari но в принципе зачем она нужна когда на халяву далее fxk она она и уровень характеристик 265 так но 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 ля ferrari зато у нас как раз находится в категории гиперкары и теперь все становится понятно если бы они дали нам и fxk вот так вот на халяву и в категории гиперкары то следовательно никто бы не стремился к этой ля ferrari не задрачивал бы за крю 2 чтобы получить себе этот уровень легенды 600 понятно все теперь стало понятно ну ладно раз у нас это fxk сейчас есть давайте перенесемся домой к себе и посмотрим как ее можно прокачать дом у нас где-то будут рядом да вот давайте войдем посмотрим что по тюнячкам хотя блин если это у нас находится в категории трековых автомобилей то скорее всего никаких тюнячек на нее особо нету только можно поменять будет тупо колеса и все точнее диски даже давайте посмотрим так у меня здесь стоит lamborghini помните lamborghini мы на ней в предыдущей серии катались вполне себе неплохой автомобиль для дрифта но к сожалению fx7 может быть и к счастью едет лучше кстати еще один автомобиль который у нас добавился в июле новая тачка это ктм x-ball r на нем мы сегодня тоже покатаемся и что примечательное он находится в стрит-рейсинге это радует поэтому я надеюсь то что эта тачка управляется хорошо потому что стрит-рейсинга нам нужны управляемые машины ну что же выбираем fxk и давайте нажмем тюнинг что здесь можно сделать стайлинг и да как я и сказал только диски можно поменять и тормозные колодки покрасить понятно понятно да печально печально все с тюнингом но ну ладно раз мы уже здесь находимся машина я думаю тестировать где-то на трассе не имеет смысла потому что логично то что эта тачка просто для трека и на треке она будет себя ощущать хорошо так же как и все остальные трековые машины тот же мерин c63 amg едет просто шикарно поэтому как бы тут тут смысла нет на ней ездить а вот ктм xbow r это уже другое дело потому что по крайней мере машина это очень управляемая и хочется посмотреть насколько это отразили в игре я конечно понимаю то что физика логично тут она супер аркадная и супер прям такая своя который нужно привыкать там все настраивать и так далее но тем не менее эта машина в жизни едет очень хорошо имеют за счет своей управляемости кстати уровень характеристик не 138 чё у нас там а у меня mustang на на прокачаны скорее сюда у меня все остальные машины более-менее прокаченные и самая быстрая у меня пока что на данный момент в категории стренд рейсинг это дукати логично понигали вот и 276 у нее уровень ктм можно прокачать в 280 ну все тачки можно прокачать 280 но ктм логично он должен управляться хорошо мощность кстати 300 лошадей максимальная скорость 231 у прокачанного mustang уже 603 лошади так что эту машину нужно будет обязательно прокачивать но тем не менее мне все-таки интересно как она едет стоки давайте пока что ее выберем и посмотрим какой тюнг у него присутствует потому что очень интересно как вот вот на эту машину с практически открытыми колесами ну конечно есть вот вот эти вот сверху такие крылья но в принципе колеса то у нее все равно открытые то есть в кузов не заходят они вот такая вот машина но не знаю не знаю кто из вас не знает ктм а я думаю ктм все знают и это очень 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 хорошие трековые машины поэтому этот десептикон мне прямо интересно как он прокачивается давайте зайдем в тюнинг стайлинг что у нас есть да ладно у нас меняется передний бампер вот это интересно вот это интересно так давать сразу ох ё-моё слушать а машина реально в какого-то десептикона превращается если поставить например вот этот бампер так что у нас еще есть а и меняются даже фары так потом войну тут что-то в этом зеленом свете это похоже на какую-то адскую лягушку так но это все такое прям очень на любителя вот эти вот бампера да да все это выглядит но не совсем так но раз у нас машина сейчас будет такая прям для гонок для стритрейсинга ну давайте будем делать ее подгонки ставим вот этот вот бампер потом диски диски я думаю можно стать ктм узкие ничего другое особо сюда и не подойдет поэтому давайте посмотрим что по зеркалам ах ты аж три штуки разных у есть и у нас просто можно цветовую палитру эти зеркал поменять окей так пороги вот это интересно три порожек у нас доступно и здесь у нас просто тоже меняется но не меняется цветовая палитра вот если мы переключаем на второй порог у нас он добавляется тут элемента сзади колеса еще один а потом вот так вот еще но в принципе в принципе это даже не воздух соборник это непонятно что вообще ну ладно машина хотя бы немножко по-другому выглядит поэтому поставим так спойлер вот тут вот интересно что придумали эвери тавр на ктм из полеров погнали вот такой и вот такой и знаете у меня есть подозрение то что это они не сами придумали скорее всего это просто одна из комплектации этого ктм а то есть можно либо так либо так либо вот сделать вот так вот без спойлера но это это мое предположение может быть я не прав но просто я не верю то что и в ретавр могут нарисовать нормальные детали тюнинга вот я им прям абсолютно не верю нихрена вообще они меня не обманут они меня не обманут так ну ладно поскольку нас тачка типа гоночная давайте поставим эту огромную лавку которая особо здесь не смотрится но пускай будет как говорится так вот задние бампера вот тут мне тоже интересно потому что у ктм у них все время такая как бы открытый корпус и бампера тут посуде но заднего как видите сейчас нету давайте посмотрим что предлагает нам его ретавр и о мое слушайте но это реально куда десептикон становится причем по сути вот этот диффузор он может быть даже и работает то есть блин я не знаю мне кажется его ретавр это сами не придумали опять же это может быть мы мое предположение ничем оно не подкреплено но тем не менее слишком как-то более-менее это все выглядит так потом дальше нас такие идут меняется даже выхлопная система ну и все ну не в великое разнообразие вам скажу но фары сто процентов надо черный оставлять и сделал этот диффузор до пущай пущай будет ну и конечно же цвет салона тут у нас понимаете забираться нужно в этот кокпит ир пойми как просто тупо через верх перешагиваешь так же как в кокпит и формулы поэтому очень интересно чё с цветом салона у нас просто перекрашиваются сиденья просто перекрашиваются сиденья окей окей но не буду я хоть какой цвет перекрашивать потому что я честно говоря не знаю в какой цвет сейчас буду красить машину давайте посмотрим по раскраскам топ-100 зайдем может быть нам чего-то нам предлагают может есть что-то интересно есть вот хуниган монстр энджер на боку все дела но у него на серьезно для этой машины так вот тут у нас есть к это красная раскрасочка вполне себе кстати неплохая машина кстати напоминает кого-то адского жука напоминает так черный ну кстати черный ей очень идет но слишком она будет не выделяющиеся мне кажется эта машина должна выделяться так но раскраски все такие ну я бы даже не скажу что что-то интересно прямо есть хотя вот это вот неплохая некоторые элементы у нас прокрашенные основном она черная вообще что очень много раскрасок прям черные 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 видимо некоторые элементы просто нельзя красить на этом автомобиле наверно вот самая цветастая нас раскраска получается вот это и выглядит она так как будто из разных кузовных панелей и собрали от разных автомобилей так ну что еще можно поставить и вот есть черная с полосками какими-то ну такое все такое на самом деле давайте на поставим вот это типов более-менее гоночная что-то единственное не знаю цвет можно будет поменять цветом уже поменять не можем ну короче остается на зеленая с черным хорошо без проблем ну что же давайте теперь поедем на какую-нибудь трассу и попробуем протестировать этот автомобиль насколько он управляемый ну что же это знакомая всем гонка юг лас-вегас стрип я ее знаю лучше всех вообще трасс в этой игре поэтому поедем на ней и давайте выживаем не трушечку машину на стоковая никакие карточки я на нее не ставил ничего не прокачивал поэтому просто сейчас будет смотреть как она управляется в стоке и у меня уже есть подозрение если бы эту машину нам дали изначально то это было бы вообще прекрасно машина не срывается в дрифт она просто стоит на дороге она ее никуда не клашматит она не прыгает ничего с ней вообще не происходит ну как она она отлично отвлекается на торможение ребята 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 я могу сказать то что на данный момент это ну по крайней мере в стоке эта машина управляется очень хорошо просто нереально хорошо но как я и говорил ктм и они все время ставились тем то что отлично управляются и следовательно ну как бы разработчики не могли это никак не отразить в игре и я просто в шоке я просто в шоке обычно в этой игре если я отклоняюсь тик слишком сильно то рано или поздно у меня машина уходит в занос здесь же эта машина в занос вообще не уходит она просто как будто прилипает к асфальту и едет и идеально она едет просто шикарно так что ребята я вам советую те у кого появились эти машины после обновления обязательно обязательно прокачиваете что и fxk что вот этот ктм потому что ктм едет прям как няшка я не знаю ни хрена что с ним будет когда его прокачаешь но тем не менее надеюсь то что это управление не похериться когда он станет мощнее и так далее так далее потому что тачка но она себя очень адекват адекватно ведет и те кто играли в за крю и принципе понимают как работает здесь физика как у тебя там подпрыгивают машины на кочках так далее так далее они понимают то что машина вот данный момент едет прям очень хорошо поэтому ребята ктм просто охренительный и я вот сейчас доеду уже вот этот круг приеду на финиш и я вообще без напряга здесь проехал вообще без никакого напряжения потому что опять же даже на том же porsche который я при прохождении хвалил относительно других автомобилей его может снести он может быть каким-то непредсказуемым но ктм полностью предсказуемый ты сразу понимаешь куда он поворачивает куда он едет может быть может быть они немножко пофиксили физику управление автомобилями я не смотрел честно говоря что там сделали в обновлении поэтому может быть может быть но это не отменяет того то что ктм просто шикарненький просто охренительный и у меня уже склад заполнен нихрена я детали взять эти не могу ну и хрен с ними в общем ребята всем огромное спасибо за просмотр вот такой вот быстрый быстрый у нас тюнинг и первое знакомство с двумя новыми автомобилями которые добавились в июле за крю 2 так что если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайк усики подписаны канал с еще этого не сделали на с вами был дима ванпойнт и всем пока-пока друзья и